С 25 по 28 марта в стенах Казанского федерального университета традиционно была проведена научная конференция имени Лобачевского для обучающихся 4-11 классов. Демонстрировать и защищать свои проекты приехали ребята из 43 регионов России и зарубежья. Общее число участников превысило 1600 человек. Всероссийская научная конференция школьников имени Николая Ивановича Лобачевского работает уже больше 20 лет. Таким сроком может похвастаться не каждая серьезная научная конференция. Конференция проходила в два этапа – отборочный и заключительный. На первом этапе рассматривались все работы заочно, а второй предполагал выступление участников с докладом перед экспертным советом секции. Основной задачей конференции было приобщение участников к культуре и науке с помощью проектной деятельности. Участники рассказывали о своих мыслях, защищали проекты и обзаводились новыми знакомствами. Хочется сказать, что нам есть чем сравнивать. Мы выступали на конференциях в Санкт-Петербурге, в Новосибирске. Однако именно такого масштаба и такой хорошей организации еще не приходилось видеть. Для многих школьников конференция оказалась хорошим поводом посетить университет. Участие в мероприятии позволяло получить дополнительные баллы, что дает большое преимущество для тех, кто планирует стать студентом Казанского федерального университета. Участники с лучшими работами были награждены дипломами первой, второй, третьей степени и памятными подарками. Все задания, которые вы решили, это ваш вклад в ваше дальнейшее профессиональное развитие. И надеюсь, что подобного конкурса в вашей жизни будет больше. Мы, я уверен, как в Республике Татарстан, безусловно, будем рады видеть вас в числе студентов Казанского федерального университета. Напомним, что Всероссийская конференция имени Лобачевского проводится с 1980 года и продолжает активно привлекать учащихся со всего мира по сей день. В этом году прошла уже седьмая серия показов научно-популярных проектов. Ренат Ахмедянов, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин